Вот здесь, дорогие друзья, находится в работе, в ремонте, в настройке гармонь весна, да? А вот её здесь находится один из резонаторов. Ну, чтобы получить хороший звук и точный звук, настроенный, безусловно, нужно использовать аппарат, вот допустим, такой, как этот, который настраивается, безусловно, на 440 Гц сразу, нужно обратить внимание. Вот здесь стоит число 440 Гц. Если не будет такого числа, то это будет фикция, то есть настройка будет неправильная, неточная, и в сравнении с другими инструментами невозможно будет играть. Я имею в виду вместе играть, то есть с баяном, с фортепиано, ничего не будет сходиться. Вся эта настройка этой гармонии будет косая и кривая. Вот, ну, допустим, если нужно поднять или опустить голос, то хорошо использовать вот такой инструмент. Ну, это инструмент для гравировки, конечно, он идёт, Proxen, его фирма произвела, вот здесь написано, что это Proxen, западно-германская фирма, довольно надёжный аппарат, вот я этим инструментом уже, по-моему, 9-й год работаю, Proxen. Здесь вот на конце меняется жало, то есть его вытаскиваешь, сразу скажу, это не китайский, нет, китайский будешь плеваться и сморкаться от этого инструмента, который ты поимеешь китайский. Всё косое, всё кривое, потом бьёт он, шпиндель бьёт у китайского инструмента, я уже пробовал. Вот, поэтому это настоящая фирма западно-германская, Proxen называется. Стоит 110 евро вот такой аппаратик. Вот, и вот эти окончания, они сменные. То есть, допустим, вот здесь имеются все эти окончания, это корундовые, то есть очень прочные, что называется, наконечники. Вот, и вот этот наконечник, он точит басы, то есть, когда требуются большие обороты, большие объёмы, и сталь приходится снимать прилично, значит, вот это басовое. Вот этим я снимаю, вот этим, этой точилом, этим точилом. Вот, ну и также другие пошли-поехали, меньше, больше. Вот, вот это совершенно мелкий, тут где-то полтора миллиметра, допустим, окончания вот у этого наконечника, у этой точилки. Вот, так что, ну, сейчас я вставил сюда примерно один миллиметр окончания, вот оно. И вот этим, ну, здесь сталь, без всякого корунда, здесь высокоточная сталь на конце, вот здесь, на самом. Вот, и можно влезть-залезть в самые такие узкие, что называется, проёмы. Вот, ну, а если взять, например, пару голосов, которые необходимо привести в чувство порядок, в соответствии, то надо использовать, и можно вот такой аппарат, который является хроматический. Вот здесь её часто пишут, что это хроматический, в самом низу. Им, конечно, можно гитару настраивать этим аппаратом, но в данном случае он выставлен на такое значение, что, которое именуется хроматич или хроматическое. Вот, и если взять, допустим, ну, один из звуков, сейчас я покажу только один из звуков, который необходимо привести в норму. Значит, если послушать, ну, вот этот звук, на вскидку, я его отмечу сейчас красным, чтобы было ясно, о чём речь. Вот здесь красную метку поставлю. Вот, что это за звук, сейчас посмотрим. Это нота Ре, вот аппарат показывает, что это Де, Ре. Ещё раз. Вот загорелось значение Де. Де это Ре, нота Ре. Вот, и сейчас я буду слушать задний голос и передний, то есть сзади голос и спереди буду одновременно их возбуждать и слушать. Нормально звучит. Ненормально звучит. То есть биение очень сильное. Сильное биение как бы по голове бьёт этот звук. Ещё раз. Сюда нормально, а сюда... Очень большое биение. Ну, отчего они происходят? Это физическое явление, что на разные тона настроен один и тот же голос. Вот, допустим, здесь Ре, Де, да? И с обратной стороны тоже Ре. Ну, если замерить по аппарату, то будет ясно, что голос расстроен. Вот я сейчас буду действовать с вот этим голосом, который смотрит на аппарат, скажем, или на меня. Это одно и то же. Вот с этим голосом буду его тестировать. Тот я задний закрою сейчас, чтобы он не мешал думать. Итак, значит, сейчас пойдёт вот этот голос, который отмечен красным. Если посмотреть по аппарату, то видно, что внутренний голос, внутренний голос, этот голос вот здесь. Вот он, внутренний. Он там находится, под вот этой лайкой, да? Вот там. Его нужно, значит, опускать, то есть делать ниже. Ну, вот, чтобы его сделать ниже, значит, здесь два способа. Можно вытащить эту пластину и взять в руки её, развернуть, допустим, вот, и работать с тем язычком, который на тебя смотрит. Вот, допустим, с вот этим, с вот таким. Ну, а можно, конечно, если аппаратура позволяет, то и туда, что называется, залезть вовнутрь. Вот теперь вот таким миллиметровым жалом, вот это в аппарате, сейчас я вставил миллиметровое жало здесь. Вот оно, один миллиметр, вот на конце. И я туда залезу, что называется, как говорится по-русски, вот, и включу вот этот аппарат. И вот этим жалом я буду снимать металл, причём металл буду снимать у самого основания, вот здесь. Вот здесь буду снимать металл у самого основания. Ну, вот теперь, что называется, ближе к делу. Временно отклоняю вот этот прилегающий завод. И там буду в середине... Вот так я проточил. Теперь же я буду возбуждать сразу два голоса и слушать на благозвучие. Вот уже более-менее нормально. Ну, затем, конечно, будет точная, что называется, подгонка. Вот. Но в данном случае разжим этого инструмента и сжим уже более-менее нормально. Ещё раз послушать. Жим. Разжим. Ну, в данном случае я настраиваю как с разливом. Потому что вот этот инструмент, весна, он с завода, из фабрики идёт с разливом. Вот. А европейским языком сказать, тремоло, вот этот разлив по-русски, он звучит как разлив. А международное название этого, тремоло, этого явления, когда два язычка, то есть эти язычки два, и те сзади настроены чуть-чуть по разным частотам. Итак, дорогие друзья, с вами беседовал музыкант Замбровский. Пишите нам, звоните. До новых музыкальных встреч.